Независимая оценка еще раз подтверждает верность политике губернатора Бориса Дубровского, которую он проводит 4,5 года. Жить посредством, не копить долги, зарабатывать самостоятельно и сохранять доходы. И такой курс делает положительные результаты. Мы собрали несколько фактов и цифр, которые подтверждают, что добиться этого было непросто. Рассмотрим подробнее. Итак, после ухода с поста губернатора области Петра Сумина Челебенская область имела полностью сбалансированный бюджет. Финансовые запасы Южного Урала в виде резервов составляли на начало 2010 года порядка 12 миллиардов рублей, пятая часть годового бюджета области. За три года правления Михаила Юревича они оказались полностью истрачены. Областной бюджет стал хронически дефицитным. К примеру, в 2013 году дефицит областного бюджета достиг рекордной цифры свыше 11 миллиардов рублей. Общее финансовое положение усугубили выданные государственные гарантии Челябинской области под инвестпроекты с туманной перспективой, а также увеличившийся размер госдолга. К январю 2014 года объем госдолга Челябинской области по кредитам, полученным от банков, составлял почти 10 миллиардов рублей. Потребовалось три года, чтобы в 2017 году полностью рассчитаться с банками. Сейчас у Челябинской области нет ни госдолга, ни коммерческих кредитов. В течение двух лет доходы Челябинской области растут. На 2018 год доходы составляют более 161 миллиарда рублей. Расходы более 166 миллиардов рублей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова